Паулер заявил, что одна из главных внешнеполитических задач с новой администрацией станет укрепление отношений с союзниками США и создание альянсов с дружественными государствами. И к другим темам столицы готовятся к новогодним праздникам. В магазинах настоящее столпотворение, но, как ни странно, самую длинную очередь сейчас можно наблюдать у исторической библиотеки. О причинах этого необычного явления в репортаже Валентины Борисовой. Пройти без очереди здесь имеют право исключительно те, у кого есть звание и степень. Остальным посетителям исторической библиотеки, а это вся студенческая Москва, стоять у входа придется как минимум пару часов. Столпотворение случилось здесь сразу после того, как закрыли на ремонт Ленинскую библиотеку. В переполненном читальном зале почти борьба за стулья и столы. Перекрытие старого здания в прямом смысле трещат от такого наплыва. Потолок приходя однажды уже обрушился. Посетителям повезло, поскольку был санитарный день и никто не пострадал. Вы посмотрите, это дерево, и, конечно, ничего не держать не может. Около двухсот лет. В этом особняке, еще известном как и дом Куманиной, а здесь бывал ее племянник Федор Достоевский, считайте, все осталось в первозданном виде. Что-то надстраивалось до революции, после уже только все подкрашивалось. В наше время библиотека всемирно прославилась, когда из-за дела редких книг украли сразу 300 томов. ЮНЕСКО под впечатлением случившегося не пожалела денег на бронированную дверь. Впрочем, до сих пор здесь и пока это единственное место, где на руки выдают фолианты. В других, как говорят архивисты, их берегут только для вечности. Реставраторы исторической библиотеки почти с ужасом всегда ждут предагазимационный период. Тогда книги, бывает, просто разрывают до корки. Ну зачем? Ну, чтобы нужно списывать, учить, а тут, как говорится, просто вырвались ты и все, да. Теперь и здесь заговорили уже не о сезонном студенческом нашествии. Стихийное бедствие, как факт, продлится до открытия Ленинки. В библиотеке или пока из своих собственных сбережений восстанавливают книги. Но на 34 миллиона, что стоит на полках, не хватит зарплаты даже за весь год. Валентина Борисова, Александр Исаев, ОРТ. Срочное сообщение из Чечни. Около полудня группа боевиков совершила нападение на здание Грозненской мэрии. Нападение было отбито охраной. В бою один бандит был убит на месте. Его тело найдено вблизи здания мэрии. Остальных раненых и убитых боевики унесли с собой. Среди охраны мэрии 4 человека ранены. Двое из них сейчас госпитализированы на военную базу в Ханкале. Военные комбинатории Чечни не подтвердили, но и не опровергли сообщения о нападении боевиков на мэрию Грозного. Московские дорожные службы борются с последствиями сильнейшего снегопада, обрушившегося этой ночью на столицу. С самого утра сотни уборочных машин и грузовиков были отправлены на расчистку улиц. Столичная автоинспекция обратилась к автовладельцам с просьбой проявлять особую осторожность на дороге и по возможности пользоваться муниципальным транспортом. Лучше всего подземным. Инженер из Барнаула Вегений Страздин собирается подать иск на итальянских архитекторов, воспользовавшихся его проектом спасения Пизанской башни. По словам Страздина, еще будучи студентом, он направил свои разработки в посольство Италии в России. Его идея состояла в том, чтобы укрепить фундамент башни железобетонным кольцом и досыпать под него грунт. Тогда проект Страздина был признан лучшим, о чем писала пресса тех лет. Никакого денежного вознаграждения изобретатель не получил, но самое обидное, что спустя годы он прочитал в газете описание собственного проекта. Только авторами его были названы итальянские инженеры. И теперь Страздин собирается подать в суд. Знаменитая поп-звезда Мадонна и британский кинорежиссер Гай Ричи объявили о месте и дате своей свадьбы. Брак сочетания пройдет 22 декабря в шотландском городке Дорнов. Церемония обещает быть очень необычной. Во-первых, ее проведет женщина-священник Сьюзен Браун. Во-вторых, самым первым свадебным подарком молодоженам станут два рулона туалетной бумаги. Их вручит сама Сьюзен Браун со словами «Желаю, чтобы ваш брак был таким же длинным и прочным». По мнению слуги Всевышнего, это будет выглядеть очень символично. И на этом пока все. Смотрите новости на канале ОРТ. До встречи.